МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы решили своими глазами увидеть совершенно невероятную технику нашего недавнего вероятного противника. Знакомьтесь, это знаменитый и неповторимый Вольво С303 Лапландер. Все из-за чего возник ажиотаж вокруг Вольво Лапландер спрятано снизу, в ходовой части. Это знаменитые лапландеровские портальные мосты с колесными редукторами внешнего зацепления, которые дают дорожный просвет на штатной резине 380 миллиметров. Именно портальные мосты обеспечивают потрясающую геометрическую проходимость и вообще потрясающую проходимость лапландеров на бездорожье. Особенно на нашем российском бездорожье, на бездорожье северо-запада, для которого он, в общем, и был предназначен. В остальном же это обычный армейский автомобиль вагонной компоновки, то, что называется Army Forward Control, с довольно аскетичным, но функциональным салоном, разве что приборов, переключателей и разного рода тумблеров здесь гораздо больше, чем в нашей буханке. Да и эргономика получше. За рулем лапландера немножко просторнее, чем в изделии ульяновского завода. Но в целом, скажем, органы управления и вот педали, например, тоже ходят туговато, а расстояние, на котором они работают, просто невероятно. Сантиметров 30. Не представляю, как ехать на лапландере, скажем, в пробке. Будет невыносимо совершенно. Зато обзорность здесь великолепная. Да и вентиляция, пожалуй, будет получше, чем в буханке. Кроме того, кузов лапландера, что называется, разъемный. Вот здесь, по этой линии, его можно разобрать, взять верхнюю половину и уменьшить высоту практически на метр. Ну, это с точки зрения военной хитрости и маскировки. В принципе, были лапландеры самых разных исполнений, в том числе с платформы, в том числе с как носителей вооружения. Сзади же лапландера может быть все, что угодно. Здесь могут стоять продольные лавки или быть грузовая платформа. Здесь могут стоять какое-нибудь оборудование, скажем, радио. У нас слегка доработанная версия, поэтому есть столик и вот такой вот диван, который раскладывается в спальное место. Суровая армейская функциональность, особенно хороша бедна с этого ракурса. Посмотрите, как подвешено запасное колесо просто на воротке. Какой здесь фаркоп явно армейского тоже образца, а горловина заливная бензобака. Понятно, что она не соответствует никаким современным нормам, но зато сюда можно залить бензин с помощью ведра. А вот эта вот трогательная трубочка, это вентиляция этого самого бака. Объем кузова лапландера примерно 2,5 кубометра. Но здесь, как видите, у нас некоторые тюнинговые доработки, скажем, довольно удобный рундучок. И вот продолжение дивана, который, как я говорил, превращается в спальное место. Перед тем, как мы испытаем ходовые качества лапландера на бездорожье, хочу показать вам несколько интересных деталей ходовой части и подвески этого автомобиля. Обратите внимание вот на эту вот плюшку. Это пневматическая блокировка дифференциала заднего моста. Такая же есть и в переднем мосту. Нерешаемую, казалось бы, проблему, когда управляемость машины с рессорной подвеской лучше, если рессоры под мостами, а проходимость лучше, если рессоры над мостами. Здесь решили по-изуиски. Впереди рессоры под мостами, а сзади на мостах. Кроме того, здесь есть еще реактивный рычаг, который не позволяет... Понятно, что когда мост работает, то и рессора гнется S-образно. Это приводит к быстрой поломке коленных листов. Так вот, рычаг не позволяет подворачиваться мосту, делая рессоры намного выносливее. Лапландер пускается, как какой-то катер. Сначала нужно вставить ключ, повернуть, а потом нажать на кнопку старт. С пол-оборота. Мотор здесь стоит от Вольво 240-740, шестицилиндровый, двухкарбюраторный. Ох, эти карбюраторы Стромберг. Замечательное изобретение. Хидровосилителей, похоже, нет совсем. Передний мост подключается кнопкой. Здесь очень хитрая трансмиссия. Здесь нет рычага раздаточной коробки. Для того, чтобы подключить понижающую передачу, нужно основным рычагом выбрать именно понижающую. Вот так. А теперь можно включать первый, второй, как угодно. Интересно нам было прокатиться и по городу. И вот что я вам скажу. Если у вас есть опыт вождения ГАЗ-66 или хотя бы УАЗа Буханки, то никаких особых проблем вы не почувствуете. Автомобиль с легкостью глотает всеми ровности асфальта, легко перелетает лежачий полицейский и способен уверенно держать скорость потока, скажем, вот на третьем транспортном кольце. Разгон Лапландера нельзя назвать спринтерским, но если не требовать от него невозможного и не жалеть педали акселератора, то динамику можно назвать приемлемой. Вместе с тем стоит постоянно помнить, что Лапландер – это продукт своего времени, соответствующий управляемостью, тормозной динамикой, обзором и комфортом. Вот именно комфорт за рулем, а вернее практически полное его отсутствие, заставляет усомниться в экспедиционных качествах Volvo C303. Во-первых, невероятно шумно, но тут свой вклад вносят и тракторные шины. Впрочем, и на шоссейных, если такое вообразить, тихо не будет. Ревет мотор, будит трансмиссия, свистит ветер, громыхает подвеска, трещит салон. Какофония такая, что штурмана почти не слышно. Во-вторых, за рулем все-таки неудобно. Чуть лучше, чем в Буханке, но развалиться не удастся. Кроме того, тяжелый орган управления, не слишком четкая работа с электрокоробкой передач, своеобразное управление дворниками и светом. Машина армейская и для дальних перегонов, для езды по городу и в магазин. Прямо скажем, не рассчитана. Другое дело на бездорожье. Понижающие здесь примерно 2,5 к 1. Но, как и всякий карбюраторный автомобиль, на низах Лапландер не едет. То есть, если я отпущу педаль газа, то я заглохну, даже еще не доехал до глубокого снега. Зато, если добавить газку, рвет из-под себя. Это первая пониженная, передача, как я говорил, короткая. Тянет хорошо. Но только сказка. Прямо-таки классический руль. Трамвайная посадка, горизонтальный руль. Очень-очень тонкий, костяной такой, с выемочками. Прямо как на старых-старых бухарках. В каком-то смысле даже приятно. Патрульевой переключатель всего один. Тоненький, маленький. Отличает за поворотники и за дальний свет. Здесь раздельный помыватель и очиститель из трюков. Можно включить только правый или только левый. Или правый, левый. Это временно разные клавиши. Вот сейчас мы, сейчас мы выезжаем в какое-то непонятное. Ой, тут глубоко совсем. Вот как нас поднесло. Но ничего, упирайся, машинка наедет. Тяжело ей, но едет более или менее. Пока, по крайней мере. У нас есть еще дополнительный способ увеличить проходимость. Это блокировки дифференциалов. Тоже включаются каждые отдельно. Они пневматические. Нужно повернуть вот эти рычажки. Совершенно бесшумно загорелась лампочка, иначе диппенциал заблокировался. И вот теперь мы едем по полуметровой глубине снега. Под по аспальту. Никаких проблем. Маневрировать тяжело только. Руль очень тяжелая. А если на полном приводе он еще тяжелее становится. Эх, как бы нам куда-нибудь сейчас с ним ехать. Кругом заборе какие-то железяки. Мы приехали, это фактически стройка. Самое плохое, что здесь нет ремня. Потому что трясет мимоверно. Машина ездит просто везде. Главное не отпускать газ. Главное не отпускать газ. Главное не отпускать газ. Что-то меня изрядно перекосило. Не пробили мы колесо. Пойду посмотрю. Ну так и есть. Напоролись мы где-то все-таки на какую-то арматурину спрятанную под снегом. Да, должен сказать, что замена колеса на таком автомобиле наверняка то еще приключение. Домкрат здесь должен быть полметровый, как минимум, в стандарте, чтобы его, не знаю, ну под мост как-то подсовывать. Не дай бог в грязи. Представляете, как здесь будут ковыряться. Ну, хайджеком можно за бампера. Они с виду достаточно крепкие. Шины камерные, состоящие из покрышки, собственно говоря, и камеры. Камера пробита. Ее можно заменить даже в полевых условиях и отправиться дальше. Сейчас, честно говоря, уже не хочется этим заниматься. Осталось несколько минут всего вечного времени. Темнеет. Ну, что я должен сказать. Только арматурина нас и остановила. Только кусок железа русского смог задержать натиск шведского автомобиля. Да, машина, безусловно, чрезвычайно проходимая. Просто потрясающая. Я думал, что там, где мы ездили, не прошел бы вообще ни один стандартный внедорожник. В то же время, должен сказать, что комфорта в гражданском понимании этого слова никакого. Автомобиль при вождении больше напоминает даже ГАЗ-66. Отнюсь не буханку. Для экспедиции, наверное, дальних он не очень годится. Как его ни тенингу и ни настраивай. 5000 километров – это будут вырванные годы, честное слово. А вот куда-нибудь недалеко, ну, там, тысячи, куда-нибудь в Карелию, допустим. Или вот, ну, вот суточный пробег, чтобы был, не больше. На этой машине вполне можно отправиться. Знаете, такой вариант экспедиционного прототипа, экспедиционного вездехода колесного, на котором можно ездить, кроме того, и по асфальту. Ну, и если это вас интересует, о цене. Сейчас Лапландер можно купить за полторы тысячи евро, но в Эстонии и совершенно ржавый. Тысяч за пять можно в Финляндии найти или в той же Швеции. В Петербурге сейчас, говорят, продают около 450 тысяч рублей. Правда, эта машина трехосная. Вообще, Лапландер концентрируется в Санкт-Петербурге, на северо-западе. И если вам нужна такая машина, отправляйтесь туда. Наверняка что-нибудь себе подберете. Но я пошел за домкратом. Редактор субтитров А.Семкин